привет друзья сегодня у нас очередное видео из цикла навыки и все 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 сегодняшнее видео есть прямое продолжение видео под названием боевая подготовка приоритеты ссылка на него будет дана в описании под роликом и сегодня речь пойдет про физическую подготовку и разумную целесообразность на мой взгляд вопрос который мы сегодня разбираем очень интересный но он довольно большой и сложный поэтому я сразу прошу прощения за то что буду много читать с конспекта который я себе приготовил ну и я смею полагать что наверное сегодня будет 18 плюс поэтому все моралисты могут смело сейчас выключать youtube поехали итак физическая подготовка очень тесно увязана с морально-психологической составляющей и не случайно там где есть возможность отбора всегда отдают предпочтение тем кандидатам которые уже имеют спортивные разряды в определенных видах спорта потому что это однозначно означает то что кандидат уже готов терпеть также как и морально-психологическая подготовка или готовность физическая подготовка есть фундамент всех остальных предметов боевой подготовки так как отсутствие физической подготовки на необходимом уровне не позволяют не позволяет реализовывать учебный процесс по основным предметам таким как огневая физика как огневая тактическая потока в полной мере я более того я бы мог бы сейчас на пальцах доказать всем скептикам что физическая подготовка является самым важным предметом было подготовки но я не буду этого делать и того что это есть фундамент этого уже достаточно для того чтобы таким образом проиллюстрировать ее важность развитие физической подготовки возможно практически но буквально с нулевого уровня но это не актуально для скажем так серьезных подразделений подразделения специальное значение самых различных потому что отсутствие физической подготовки на необходимую не позволяет провести отбор отбора в данные подразделения обязательно скорее чем не обязателен более того ну и как бы подтверждением иллюстрации моих слов могут служить слова инструкторов которые проводят отбор в саса специально авиадесантную службу и величество были так вот им приписывают слова что они говорят кандидатам на отборе мы не будем вас учить мы вам дадим такую нагрузку чтобы вы сдохли а вот те кто не сдохнет тех мы уже будем чему-то обучать и в этом есть суть как бы любого отбора то есть мы должны понимать что у нас есть фундамент на который мы строим здание потому что если фундамента нету или он кривой плохой то издание соответственно выйдет такой же кривое либо процесс его строительства из-за доделок и переделок затянется до бесконечности и поэтому такое я вот большое внимание собственно уделяю вопросу отбора и тому что в любое более или менее малое мальский серьезное подразделение даже омон до существует отбор который строится на физической подготовки и обязательно в ходе него так или иначе проверяются морально психологические качества кандидатов но я предвижу вопрос как бы всеми подразделениями где отбор но не проводится по причине особенности комплектования и прочих вопросов на таких подразделений очень много таких подразделений на на большинство то есть что далее то и на те и в таком случае остается только планомерное развитие физической подготовки до необходимого уровня обратите внимание на это словосочетание до необходимого уровня более того вот это вот до необходимого уровня касается только физической подготовки это касается любого практически предмета боевой подготовки и практически любой предмет боевой подготовки это не цель для бойца Военнослужащего сотрудника А средства выполнения тех задач Которых на него возлагается И внезапно Для любого предмета боеподготовки Ну и мы берем основные предметы Боеподготовки Тактическая подготовка, огневая подготовка Физическая подготовка, инженерная военно-медицинская Топография, основные все предметы Основные Боевой подготовки Для каждого из данных предметов боеподготовки Существуют нормативы Нормативы, четко прописанные и определенные нормативы, которые, можно сказать, что представляют собой достаточный или необходимый, достаточный или разумный минимум, который означает, что боец, если он укладывается в норматив на положительную оценку, готов для того, чтобы с ним проводили слаживание, то есть объединяли его в какие-либо уже минимальные тактические единицы или более крупные уже формирования, боец, двойка, тройка, отделение, взвод рота. То есть это означает, если бойцы укладываются в норматив, это означает, что можно проводить слаживание на более серьезном уровне, на более крупном уровне. А кроме того, это иногда означает, что боец в той или иной мере освоил специальность настолько, что может выполнять задачу, применительно к своей военноучетной специальности. Понятно, что это все условно, потому что можно бесконечно пенять пилоту вертолета за то, что он плохо бегает, но главное, чтобы он хорошо летал. Понятно, то есть это никак не влияет на то, как он бегает, никак не влияет на то, как он летает на вертолете. То есть его основная задача летает на вертолете, он может быть охуительно плохим бегуном, совершенно никаким стрелком, но великолепным пилотом. Поэтому нельзя всех грести под одну гребенку, но если мы говорим о подразделениях, предназначенных для непосредственного столкновения с противником, то там мы должны признать, что то, что боец укладывается в тот или иной норматив, означает то, что он хотя бы минимально, хотя бы минимально, но готов выполнять задачу. Идем дальше. Единственный предмет, который выбивается из вот этой системы оценок и нормативов, это я бы назвал это тактическая подготовка. Потому что слаженность, тактика в конце концов упирается в слаженность подразделений, слаженность очень тяжело впихнуть в какие-либо временные рамки, но надо отметить, что даже для тактической подготовки нормативы существуют. Как для индивидуальных, индивидуального бойца, так и для минимальных тактических единиц, например, таких как отделение. Марш! Бегом, бегом, бегом! Игра! Выполнение нормативов передвижения на поле боя, которые вы только что видели на видео, оно далеко от совершенства. Я подумываю вот именно на эту тему передвижения на поле боя, снять ну что-то типа не обучающего, конечно, да, ну такого методического, какого-то видео. Идем дальше. Почти все установленные нормативы по всем предметам боеподготовки очень лояльны и могут быть значительно перекрыты по времени, по количеству и так далее. Если долго и планомерно тренировать именно их, только их, иногда в ущерб остальному учебному процессу, либо идти на всякие рода ухищения наебалого, вроде рассегнутой пуговички, не полностью засегнутого подсумка, не закрытого люка, не зафиксированного там чего-то и так далее. Можно эти все нормативы перекрывать. Вопрос в том, насколько это целесообразно. Да, это целесообразно. Стараться перекрыть норматив целесообразно, если мы готовим, например, команду на соревнования. Это целесообразно. Но это абсолютно не целесообразно, если мы организуем планомерную боеподготовку, потому что перекрытие норматива каким-то конкретным бойцом, либо даже экипажем, не означает ничего применительно к подразделению. Ничего не означает, потому что мы в таком случае, что толку, что у нас один боец бежит быстрее всех остальных. Мы должны либо всех остальных сделать такими же бегунами, как вот этот один, либо вот этого одного мы должны все-таки, ну, обязать, скажем так, да, чтобы он помедленнее бежал вместе с остальными бойцами в цепи. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Это касается любого норматива по любой боевой подготовке, но раз сегодня вынесено физо, я вот привел норматив по бегу. Не случайно марш-бросок в составе подразделения, один из нормативов по физической подготовке, считается по, грубо говоря, во-первых, он считается по последнему финиши рующему, во-вторых, подразделения на финише не должно растянуться больше, чем на определенную, ну, грубо говоря, дистанцию. То есть все должны бежать компактным строем, стартануть компактным строем и финишировать компактным строем марш-бросок в составе подразделения, один из важнейших нормативов, который проверяет выносливость. Так вот, это не случайно сделано, это говорит о том, что мы должны иметь, мы должны иметь стабильный средний уровень, который укладывается в норматив. Внимание, вопрос, кто вы такие, считать нормативы, достаточными или недостаточными? Каждый норматив разрабатывали, ну, скажем так, скорее, скорее, сведущие в данном вопросе люди и более сведущие в данном вопросе люди, чем я и вы, понимаете? Поэтому говорить о том, что нормативы, существующие нормативы должны быть подвергнуты корректировке, особенно если это, говорят, люди далекие от вопроса, боевой подготовки, ну, наверное, это не совсем уместно. Хотя про это мы еще будем говорить в следующем видео. Идем дальше. Вернемся к физо. По местам занятий. Бегом! Марш! Постепенно, переходя от простого к сложному, воин-десантник может добиться высокой степени физической подготовки. Бля, какой отсталой стороной все-таки был Союз Советских Социалистических Республик, что разрабатывал такие вот методические пособия для собственных бойцов. Все это доступно каждому десантнику. Но ему нужна не только ловкость и смелость, а и сила. Поэтому в общей программе подготовки существенное место занимают упражнения с тяжестями. Так вот, друзья, до существующих нормативов по физической подготовке можно при планомерном занятии по боевой подготовке довести практически любого, любого бойца или сотрудника. Часть выполнит нормативы с легкостью, часть выполнит эти нормативы с трудом. Какой-то минимум значительно перекроет эти нормативы без труда, потому что они на самом базовом уровне для них не будут представлять никаких проблем. Какая-то часть не выполнит нормативы, особенно все, какой-то выполнит, какой-то не выполнит. Но если мы возьмем основную массу бойцов, наложим это на планомерную боеподготовку, наложим это даже уже на имеющиеся методические рекомендации и пособия, мы придем к выводу, что вполне себе мы любого бойца до необходимого уровня, прописанного в наставлениях, прописанного в сборниках норматив, можем поднять. Для того, чтобы значительно перекрыть нормативы всем личным составом, подразделением, взводом, ротой, батальоном, всеми бойцами перекрыть существующие нормативы, нужно непропорционально много времени полученному результату. То есть в итоге мы получим результат, который не будет стоить затраченных усилий. А если мы говорим конкретно про физо, то это с огромной долей вероятности помешает бойцам восстанавливаться от нагрузок, которые они получают в ходе других предметов по боеподготовке. Потому что физическая подготовка это не только занятие по физо, это еще и занятие по тактике, занятие по гневой, попутная физическая тренировка. Причем иногда занятие по тактической подготовке, либо по гневой, по интенсивности учебного процесса, по интенсивности нагрузки перекрывают штатные занятия, предусмотренные расписанием занятий по физической подготовке. Это очень важно помнить. И переходим все-таки к итогу. Итогу буду читать, чтобы не сбиваться. Для спортсмена не существует понятия разумной целесообразности. Я готов это признать и это признаю. Применители к уровню знаний и умений, которые необходимы ему в выбранном им виде спорта. Для военнослужащих разумная целесообразность в освоении какого-либо предмета боевой подготовки есть. Это столь же однозначно, как восход солнца. Он выражается в прописанных нормативах по всем видам боевой подготовки. Нет никакого как можно лучше. Есть конкретные цифры. Если мы говорим про предметы боевой подготовки, физическую подготовку, огневую, инженерную, военно-медицинскую. Есть конкретные цифры. Никакого как можно лучше нет. Про как можно лучше любят рассуждать люди, которые никак не связаны с обучением личного состава, с работой с личным составом. Которые не видели отрубленные пальцы, люками, БМП. И эти травмы получаются в ходе перекрытия нормативов по загрузке боекомплектов в боевую машину. Они вот этого всего не видели. Поэтому они любят рассуждать про как можно лучше, чем быстрее, тем лучше, тем больше, чем лучше. Это как правило люди, кто про это говорит, это теоретики. Никогда, блядь, они не видели бойца, блядь, заебанного жизнью в сапогах, блядь, в двухбашенной каске, когда у него сверху зимней шапки одета еще каска, который не может вложиться в норматив по переползанию. Поэтому ему им глубоко, они никогда их не видели, этих бойцов. Никогда не кидали с ними гранаты, блядь. Никогда они бойца не видели. Поэтому они рассказывают сказки, чем как можно лучше. Нету никакой разумной целесообразности. Это пуст лобаков и так далее. Прошу прощения, увлекся. Итак, можно пытаться сделать из солдата мастера спорта по спорту. Но это, ну, примите к физической подготовке. Можно, можно пытаться. Но, во-первых, не получится, во-вторых, это никому не нужно. Программы боеподготовки и методики боеподготовки должны обеспечить стабильный, стабильный, обязательный уровень, применительный к любому предмету боеподготовки. Причем этот стабильный, обязательный уровень должен касаться всех бойцов подразделений. Этот уровень кому-то может показаться низким. Но этих кто, кого-то, я уже перечислил выше. Это которые солдаты не видели в глаза, но любят про них рассказывать. Но все, то, что я вот это сказал, очевидно не для всех. Есть множество любителей обуть пизду в лапте. И вот следующее видео из цикла навыки и боевая подготовка приоритета, она будет посвящена как раз тому, как же нам обувает пизду в лапте. Возможно, я его прямо так амбициозно и назову, а может быть, какое-то придумаю более обтекаемое название для того, чтобы не травмировать нежную психику моралистов, которые меня смотрят. Друзья, на сегодня все. До новых встреч. Тренируйтесь грамотно и да пребудет сами сила.